Всех кто когда-либо снимал автомобильные передачи знают именно в тот день когда вам нужно снять машину случится какая-нибудь хрень у нас тут случился тополиный пух машинка постояла буквально пару дней и стала вот такой вот красивый раньше она была просто белая теперь будет белая и пушистая нет я все понимаю по-хорошему и конечно надо съездить домой но это же деньги а мы же снимаем мало бюджетную тянув да ну и конечно вторая гениальная мысль была пойти в тёмной рубашке который сейчас прилип весь этот пух про вино снимать проще ну вот друзья знакомьтесь это датсун так ну тут собственно приемник есть две приятные кнопки подогрева сидений можно прожарку есть коробка автомат даже с каким-то экономным режимом проводов естественно намотал одна зарядка телефона 2 регистратора базе их нет есть две пониженные передачи то есть соответственно наверное может таскать там за собой фуры вот или там выкапываться из книга в общем наверно от этого есть какие-то жалко конечно посередине нету никакого ящика но я думаю что наши умельцы какие-то придумают хотя может я так думаю по размеру может от жигулей подойти от какой-нибудь шестерки вполне сюда встанет ящичек вот приборчики дайте мне эту штуку на секундочку вот но вполне френдли такая приборная панель вот не вырви глаз как в этом x-ray вот этот чумовой какой-то дизайн с оранжевым серым там и так далее привет стив матин ты же помнишь до этого старика который ты сказал потому что я тебе думаю по поводу твоих вмятин которые в базе идут вот ну так в датсуне слава богу их нет датсун приличная машинка эстетичная я бы сказал да и вот кстати прекрасная вещь особенно летом нет я сейчас не про эту всякую бухсовочную систему даже не про обогрев лобового стекла и заднего стекла а про кондиционер который здесь достаточно мощный это умеющий на минимум выкручен можно же и добавить который очень хорошо холодит сразу делает машине прохладно комфортно и душевно нет собственно чаящая радость по этому поводу в наше время она конечно ну может показаться странный кондиционер должен быть любой нормальной машины просто напомню что эта машина стоит меньше 450 тысяч рублей особенно у него существует же всякие еще там программы по утилизации там можно 30 тысяч сэкономить можно еще там 20000 по моему на программу программу городе дом посмотрю расскажу кондиционер вот вот пока все это говорил он уже охладил на чем теперь можно не поехать на а кстати вот наверное сейчас если она тут наведется вы заметите вот эти вот полосочки которые называются подогревом лобового стекла летом они понятно не очень нужны зимой очень спасают жизнь вот тут вот у меня комплектация со всеми этими электрическими стеклоподъемниками все тихо бесшумно без крежет и лязга и кстати зеркала подогреваются тоже во всякую мрачную погоду вполне полезных функции вот так теперь специально снимем для тех кто не верит что она есть да и теперь вы слышите есть даже парктроник там задней конечно мне немножко поджал поэтому парктроник любит ничего выкарабкаемся нормально городская ситуация но другое дело что в своем джипе я в эту дырку вообще не влезли и вылезем собственно поэтому я начал присматриваться к этому сегменту потому что честно говоря хотя кашу на старом стиле кинута на дачу ездить дрова возить и на самом деле надо по городу ездить на рынок для рынка эта тележка более чем достаточно решить вот прекрасненько он трогается мягенько и нежненько вот и выруливаем на трассу потихонечку машинки достаточно такая пружинистая подвеска лучше рулилась на кривых дорогах как мне объяснили но ест она ямки очень неплохо лежачих полицейских тоже вот собственно лежащий притормаживает видите достаточно мягко кстати умные люди советуют не тормозить вот так вот прям перед лежащего да потому что машина приседает вы прям носом бьете его а наоборот проходить в спокойном режиме сбросим скорость чуть раньше ну и в принципе автомобильчик вполне динамичный неплохо разгоняется хорошо реагирует на нажатие педальки газа сейчас мы это проверим выезжаем на трассу лишь мы лучше дорогу будем снимать чем содержимое машины ну и вот когда нам надо ускориться и занять место в потоке мы без проблем это делаем кстати не так просто соблюдать эту машину скоростной режим потому что она в общем-то неплохо разгрейте больше 80 в городе как известно больше 78 нарушение если конечно специально скоростной трассы так что приходится даже сдерживать мощь этого отчаянного датсуна кстати накатал я на нем уже почти месяц заметил забавную историю знаете я раньше думал что на маленькой машинке тебя никто не будет пропускать все будут обижать и унижать ну честно говоря обижали и унижали меня всего раза три каких-то больших каких-то этих рейндж роверов или что-то чего-то подобного а зато большую часть времени меня пропускали вы будете удивляться да и пропускали как большие машинки которым меня было жалко так и маленькие машинки которые такие же маленькие которые очень понимают как тяжело маленькой машинке выжить городском потоке у них оказывается есть какая-то своя солидарность так что если кто-то боится что он купит маленькую машинку вы не будут пропускать так я вас удивлю вас будут пропускать даже больше чем на большом страшном джипе их как раз не любят стараются не особенно 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 когда они нагло куда-то едут кстати сегодня за бортом 30 градусов жары вот и мы тут с моим прекрасным оператором миши тестируем кондиционер лишь тебе как нормально прохладненько вашей не жарко ну знаешь я сижу на солнце но мне не жарко тебе не жарко значит кондиционер справляется и при этом мощность не теряется потому что есть маломощные машинки да у которых если включить кондиционер она сразу едет не медленнее датсона вполне нормально с этим можно и с включенным кондиционером вполне гонять мощности двигателя хватает кстати для тех кто будет искать в этом автомобиле вход для usb и не сразу найдет подсказочка он в бардачке пишет крупа вот там вот аж вон там вот видите или не видно но он вон он залезть потом торчит флешечка то есть ее не видно но она есть конечно ни в коем случае не стоит менять флешку во время движения потому что вы просто окажетесь головой под этой под приборной панелью вот но попросите пассажирам поменять если что вот а так готовьтесь к тому что вы один раз вы оставили флешку и забыли потому что слишком часто менять ее слишком сложно спас девушку там ехала мотоциклистка вовремя посмотрел ее заметила не поехал или перерез чем еще удобен маленький автомобильчик если в городе вот так вот прихом парковался какой-то желтый грузовик то другой грузовик или большой автомобиль не ехать могут только с большим трудом а мне это очень легко но просто я должен знать когда они все проедут а вот если бы все ездили на таких маленьких машинках то таких проблем не возникало вот еще один не совсем привычный момент казалось бы если в основе автомобиля в российской версии да тут должно все открываться кнопкой да привычной здесь этого нет здесь открыть можно только ключом причем я так и не привык с какого раза или кнопку я раньше плавал о и это еще не все тут же еще есть лифт а лифт он ведь какой да то есть он он же не может просто вот сразу да и честно говоря вот эта потеря на секунду и запишу ну то есть нормально клюзит не бесит нормальным людям комфорт как это все плавненько почему почему нельзя вот почему нельзя во первых вот так вот его открыть сразу то есть опять меня за эти танцы с ключом о сработку значит вот и вот я не могу его вот так вот дергать потому что вот он он плавненький наверное как-то можно сломать да еще не хватает за три подголовника это очень круто приходится вытаскивать можно увеличить объем багажника вот отклоняются правда так и не понял как они отклоняются до конца может быть это может нет это нельзя выдержать но теоретически сзади можно что-то положить вот таким углом конечно уже закидал пакетом потому что явно месяц живу магазин у меня в принципе он большой вместитель на сходе на рынок сами увидите так вот собственно я пришел чем хороший жилет никогда не за кого-то что засуну ну давай у нас прям как в однажды в америке могло закончиться если бы донехал мусоровоз ну и вот все влезает то есть я мог принципе скупить весь рынок огромный же багажник вот кстати давайте покажем дорожный просветик он тут довольно приличный здоровенный подъехать к бордюру вообще без проблем никакой бамперси не отравешь высоченный но кстати можно сравнить такой же да ничем ни хуже так ну думаю что вы уже запомнили как выглядит мой мидо и вот кстати я тут нашел в соседнем дворе он до то есть принципе такая же версия только с багажник не знаю мне вот вот это кажется посимпатичнее но хотя если кто-то хочет именно набить багажник чтобы никак там не пахло ему в салоне то может быть и такой вариант но это кстати уже такая бывалая машинка видно пусть явно хозяин с ней не расстается она ему нравится вот а это собственно моя тестова который мне очень понравился который я ездил месяц и который мне никаких претензий не возникло очень она меня выручила спасибо тебе машинка извини что я тебе не поможет так вот друзья сегодня собственно последний день моего обладания вот этим маленьким чудом и честно говоря когда я его брал в пресс-парке я не ожидал что ли машинка понравился мне просто нужна была любая машина дождаться пока починят мой джип но автомобиль действительно приятно удивил потому что во первых он действительно симпатичный он действительно шустрый я думаю что он надежный но по крайней мере у меня за месяц никаких поломок никаких скрипов никаких стуков ничего не было то есть все вот эти вот то что обычно у жигулей проявляется как бы первые же дни их жизни да вот у этой машины чего подобного не было вот и действительно много всяких полезных удобных штук там сильный кондиционер и кстати даже однажды с утра когда как у нас обычно в мае похолодало и стоило на секунду включить подогрев сидений все и полная прожарка была обеспечена так что я рекомендую людям эту машинку просто посмотрите попробуйте вполне возможно что она кажется для вас как раз самым оптимальным вариантом то есть те люди которые обычно покупают какие-то бушные иномарки вполне могут позволить себе вот эту вот новую а у нее насколько я помню по моему 100 тысяч километров пробега и три года гарантии так что если вы чего-то боитесь то ну они вам починят по гарантии и что самое главное все-таки это уже не российский автомобиль под крылышком nissana то есть он доработанный доведенный весь надлежащий надзор за ним тоже осуществляет nissan что немаловажно важно